Штукатурка осыпается, перекрытия также пришли в негодность. Нахождение пациентов и медперсонала в студенческой поликлинике на улице Гончарова стало небезопасным. Назрел вопрос капитального ремонта здания. В связи с этим было решено временно перевести работу учреждения в основное здание поликлиники номер один. Из-за того, что были визуальные признаки ветшания здания, мы провели техническое обследование помещений обоих зданий студенческой поликлиники. И часть конструкций обоих зданий студенческой поликлиники признаны были по итогам технического обследования в технически недопустимом состоянии. То есть это означает, что эти конструкции несут угрозу для жизни людей. А далее известили Министерство здравоохранения, провели совещание на уровне правительства с участием депутатов парламента. По итогу было принято решение временно перевести медицинский персонал в другие корпусы поликлиники номер один. Потоки пациентов также перенаправили в эти здания. Стоит отметить, что внутренняя организация работы медперсонала осталась прежней. Те врачи, к которым ходили именно студенты, они же будут и принимать тоже студентов. То есть мы постарались, чтобы внутри поликлиники медицинский персонал занимался теми же видами работы, что они занимались в студенческой поликлинике. И пациенты, которые привыкли ходить к определенным врачам, также будут ходить к этим же определенным врачам. В поликлинике работает 8 врачей и 28 медицинских сестер. Руководство заверило, что ни один сотрудник не будет сокращен. Прикрепиться к поликлинике можно через портал госуслуги или обратившись в регистратуру с письменным заявлением. А вот вопрос с капитальным ремонтом здания до Кончарова должен решиться в ближайшее время. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.